Знакомьтесь, это Мэтью Чанс, корреспондент CNN, работающий в Карпункте в Москве. А это один из его недавних репортажей. В нём он рассказывает о том, как нам с вами теперь туго живётся. В поисках недовольных, которые готовы вершить революцию, Мэтью Чанс обрыскал чуть ли не половину Москвы. Но сумел найти только тех, кто недоволен своими валютными ипотеками. Правда, это ничуть его не смутило. Послушайте, что он передаёт своим зрителям в Вашингтон. Всё больше и больше россиян просто не в состоянии оплатить свои счета и купить еду. А это он же, Мэтью Чанс, только уже на Красной площади 31 декабря. И снова в поисках недовольных. Откуда вы, Таня? Из Крыма. Правда, вы из Крыма? Да. Правда, что население Крыма радо, что полуостров теперь в России? Да, я очень счастлива, мы все очень счастливы. Но ведь сейчас экономический кризис, Вас это не волнует? Конечно, волнует. Но надеюсь, что экономические трудности удастся вскоре пережить. Недовольных в новогоднюю ночь Мэтью Чанс опять не нашёл, несмотря на усердие. Но это его опять не смутило. И вот что он сообщил своим американским зрителям. Вы сами слышали, россияне отказываются унывать из-за экономического кризиса в их стране. Все они с оптимизмом встречают 2015 год. Но впереди их ждёт очень мрачный экономический период. Хотя сейчас они этого и не осознают. А вот уже более откровенные подтасовки. И всё тот же Мэтью Чанс, журналист из США, страны, где якобы невероятно ценят свободу слова. Это ещё один его сюжет из Санкт-Петербурга. За кадром Чанс радостно рапортует, до чего довели Россию американские санкции. Всю страну якобы наводнили нищие, которым не хватает денег на пропитание. Правда, он забывает рассказать своим телезрителям из Америки, что съёмки проводились в благотворительной организации, которая помогает бездомным. И бездомные эти, питерские бомжи-да-алкоголики. Но репортер из самой свободной страны на Земле утверждает, что это среднестатистические россияне. У нас есть горячий суп, да? Горячий суп? Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Я сам повод. Экономика России в кризисе. Она рушится. Рубль дешевеет из-за санкций Европы и Соединённых Штатов Америки. И вот по этим людям мы видим реальный эффект. По тем гражданам, которые родились и живут здесь. И если экономический кризис продолжится, этим людям станет ещё хуже. Но самое любопытное даже не сам репортаж, а реакция на него некоторых американских телезрителей. Комментарии под видео просто уничтожают этот сюжет. Это смешно. CNN пичкает зрителей примитивной пропагандой. Ха-ха-ха, CNN зомби. Подобные сцены происходят в каждом американском городе. А эту новость выдало информагентство Associated Press. Тоже очень свободное, потому что, очевидно, американское. И связало эту новость Associated Press с некой врождённой агрессивностью России. Репортеры в красках описали, что амурский тигр по кличке Устин, которого недавно Владимир Путин выпустил в лес, самый жестокий зверь в регионе. Устин вероломно преодолел амур и вторгся на территорию Китая, после чего якобы задушил 13 несчастных китайских козочек. И теперь, по версии американских журналистов, тигр российского президента терроризирует едва ли не всех китайских фермеров. Вот посмотрите, с каким страхом в глазах сельский житель показывает на лес. Ведь где-то там находится тигр Устин, родом из России. Самое любопытное, что в репортаже американские журналисты постоянно напоминают, хищника выпустил президент России. Очевидно, они уверены, что все остальные амурские тигры, не побывавшие в руках российского лидера, питаются исключительно ягодами и грибами. То, что зрители в США доверяют подобным историям, словно дети, неудивительно. Более чем за год информационная машина Запада устроила такую кампанию, что даже самый нелепый вымысел кажется реальностью. Посмотрите, это самый обыкновенный обзор цен на нефть канала CNBC. Экономическая заметка, почти без политики. Но на одной из строк мы находим цитату. «Россия финансирует терроризм». Как будто это само собой разумеется. Такое утверждение в США уже давно не требует доказательств. В Америке сегодня едва ли не все обыватели уверены, Россия – самое агрессивное государство.